В моем докладе речь пойдет об индоиранском близнечном мифе, мифе о перволюдях, близнецах, братьях и сестре и их сложных взаимоотношениях. Это классическая тема сравнительной мифологии и эндовропейстики. Есть известная работа, столь же классическая, Вячеслава Всеволодовича Иванова и Владимира Николаевича Топорова, посвященная этому мифу и в особенности его балтийским репрезентациям. Я буду говорить больше, естественно, в первую очередь, об индоиранской версии этого мифа, мифа о яме и яме, братья и сестре, близнецах. Напомню в двух словах, что основной источник наших знаний об этом мифе в индоиранской, в первую очередь, в индоирийской традиции, ведийской в особенности, это, как известно, знаменитый гимн Ригведы из 10-й Мандалы, Ригведы 10-10, «Диалог Ямы и Ями», где Ями, сестра, призывает своего брата к любовным отношениям, то есть к кровосмесительной связи. Яма отвергает ее предложение. И вот этот один из самых действительно замечательных, поразительных по своей эмоциональности текстов в Ригведе и в целом ведийском корпусе является, собственно, нашим основным источником знаний об этом мифе в индоиранской его традиции, опять-таки, в особенности в индоарийской. За вычетом этого гимна у нас совсем мало данных, и даже этот гимн, при всем том, что это, безусловно, один из самых знаменитых текстов, парадоксальным образом мало что сообщает об их совместной биографии. Мы очень мало знаем о том, как развивались их отношения, мы можем только что-то реконструировать гипотетически на основании этого их очень драматического диалога. Я как раз стараюсь показать, что, во-первых, многое в этом диалоге, в достаточно сложном логистическом плане тексте, не вполне адекватно, правильно понято, и многое еще может быть переинтерпретировано, как мне кажется, более адекватным образом. А с другой стороны, какие-то вещи мы можем реконструировать очень осторожно на основании этого мифа. И, что самое главное, я буду говорить в первую очередь о яме, о сестре, потому что, интересным образом, если яма, фигура, это фигура, которая, в общем-то, после раннего ведийского периода занимает прочное место в ведийском пантеоне, первый смертный, который умер, наделяется богами своим местом в ведийском пантеоне, это, в общем, фигура, хорошо известная и по классическому индуизму, в то время как о его сестре, яме, мы практически ничего не знаем. Все, что мы знаем, это то, что мы можем вычитать из этого гимна и очень краткой легенды, которая известна по Брахманам, легенда о том, как умер яма, а безутешно яме его оплакивало и не перестало плакать, пока боги не создали ночь. Вот, собственно, это практически все, что мы знаем, поэтому я буду, в первую очередь, говорить о том, что мы можем на основании этого гимна реконструировать о биографии ями, отчасти ямы, и ее, так сказать, особенностей, ее поведения и ее статусе в мифологическом пантеоне. Ну, прежде всего, два слова об их происхождении. По классической версии, так сказать, классической генеалогии ямы и яме утверждает, что они являются детьми солярного божества Вивасванта, одна из апостасей Сурьи, в конечном счете, и его супруги Саранью, дочери Тваштара. Вот одно из изображений, которое представляет яму с его двумя супругами, прошу прощения, Вивасванта с его двумя супругами. Яма неоднократно и в ригведе, и в более поздних текстах именуется Яма-амраджан-Вай-Васват, то есть Яма-сын Вивасвата. Это, в общем, классическая версия, которая сохраняется в поздней традиции и считается общепринятой. Но есть некоторые следы альтернативной генеалогии, о которой я скажу чуть позже. А сначала несколько слов о том, что мы можем вычитать из этого гимна в отношении Яма, если будем внимательно рассматривать некоторые фрагменты, в том числе наиболее сложные и, как мне кажется, не вполне правильно понятые. Что в ее поведении привлекает внимание. Ну вот первый же стих этого гимна, в котором Яме склоняет Яму к любовной связи, ригведа 10.10.1.a.b. И вот его перевод, Татьяна Яковлевна Елизаренкова, как бы я хотел повернуть друга к дружбе, даже если он прошел много, по-видимому, единиц измерения, скажем так, единиц расстояния через бурный поток и так далее. Ну вот уже здесь можно обратить внимание на две сложные формы в этом тексте, сакхия и пуру, особенно сакхия. Эта форма, мне кажется, не вполне правильно интерпретированная. Она неоднократно вызывала дискуссии у переводчиков ригведы. За неимением времени я не имею возможности подробно обсуждать лингвистические аспекты этой формы. и должна опустить обсуждение альтернативных предложений. Просто перейду сразу к тому, что предлагаю я сам. Я, в частности, предлагал Гельднер и многие другие вслед за ним. Конечно, это восходит к туземному комментарию Сайна интерпретировать как усеченный датив, к дружбе, повернуть друга к дружбе, буквально значение этого текста. Сразу скажу, что это, скорее всего, неверно. Нам не требуется никакой имендации, не нужно исправлять эту форму на сакхия, на правильный регулярный датив. Это форма множественного числа винитного падежа от основы сакхия. Абстрактное имя, образованное от слова сакхидрук, спутник, партнер. Это интерпретация, которую еще Ольденберг предлагал Рену в поздних работах уже после смерти опубликованных в его комментариях к Ригведе, эту версию стал разделять. Ей же следует Пино, один из его учеников, подробно обсуждая эту форму. Значит, буквально получается, что я хотел ему повернуть своего друга к дружбам. Некоторое почти бессмыслица, но подумаем, что можно делать с этим умноженным числом абстрактного существительного. В принципе, абстрактные имена, как правило, являются либо сингуляриотантум, то есть либо они образуют только единственное число, либо если они все-таки образуют морфологическое множественное число, то оно обнаруживает какие-то семантические сдвиги. Например, это может быть обозначение разных видов данного качества или свойства, которые этим абстрактным именем обозначаются, к разным видам дружбы. Очевидно, это не наш случай, здесь это довольно-таки бессмысленная возможность. Другой альтернативой это несколько реализаций данного абстрактного качества, несколько множественных проявлений данного качества. Может быть, эта версия имеет место. И что теперь нужно в отношении этого слова еще уточнить? Напомню, что Ями, который пытается склонить своего брата к любовной связи, имеет в виду, конечно, не просто друга в понимании этого слова, скажем, в русском языке, а друга по любовной связи. То есть это не френд, а бойфренд, это сексуальный партнер. И тогда абстрактным именем означает не дружба, а сексуальное партнерство. Тогда проявление, реализация дружбы, это просто акты любовной связи. И тогда все встает на свои места. Хочу повернуть своего друга к дружбам, на самом деле, имеет в виду, на самом деле, значит, хочу повернуть своего партнера к многократным актам любви. То есть я хочу заниматься много раз со своим другом, любовью, и косвенным образом подтверждает эту гипотезу, вот это слово «пуру», которое на самом деле синтаксически повисает при традиционной интерпретации в составе второй строки этого гимна. Опять-таки, все становится на свои места. Если мы, несмотря на то, что оно отделено аж двумя словами от слова «сакья», соединим его таки синтаксически с этим словом «сакья», и тогда это будет означать просто ко многим актам любви. То есть это просто означает, «я хотела бы склонить своего друга заниматься любовью со мной много раз». Я так подробно все это объясняю, просто чтобы показать, что уже с первых строк своего гимна Ями обнаруживает чрезвычайно, так сказать, сексуально-эксплицитное поведение. Она почти агрессивно призывает своего будущего, еще пока, видимо, не ставшим партнером супруга, заняться с ней любовью, и это достаточно примечательный тип поведения, который отличает Ями от ее брата, который демонстрирует ровно противоположный тип поведения, о чем я скажу еще позже. Пролистаем дальше несколько стихов, и вот в стихе 7 мы читаем «Ко мне Ями», я сразу даю русский перевод первых трех стихов, более-менее понятных, там нет никаких сложностей, «Ко мне пришла любовь к Яме, чтобы лечь с ним на совместное ложе, как жена мужу, хочу я отдать свое тело», а дальше читаем «Вичидвригеварадхиевачакра», который переводится традиционно как что-то вроде «Да будем мы двое кататься туда-сюда, как колеса-колесницы», причем здесь колесницы и ее колеса. Ну, вероятно, имеется в виду некоторая, так сказать, сексуальная метафора снова в данном случае, но ее можно перевести гораздо точнее. На самом деле, «Вриг» не имеет значения кататься, это не «врит», а у «вриг» совершенно другое значение, значение «рвать», «вырывать», особенно с предлогом, с приставкой «ви», которая именно вот означает вытаскивание, и также может иметь рецепракальное значение взаимного совместного действия. Тогда «виврих» это, конечно, вытаскивать, воровать. Ну, и тогда, скорее всего, эта фраза достаточно неприкрыта, сексуально-эксплицитно объясняет, как именно Ями хочет заниматься любовью со своим партнером. В скобках восстанавливая как бы эллипсис, ввинчиваясь и вывинчиваясь друг в друга, словно два колеса-колесницы. То есть, вот абсолютно, так сказать, ясная, совершенно сексуальная метафора имеет место и в данном случае. Неудивительно, что Яма в одной из своих ответных реплик довольно-таки грубо отвечает Яме, называя ее похотливой или садострастной, скорее похотливой, потому что это слово, так сказать, в русском языке с негативной коннотацией. Вот в стихе 6 мы читаем в последней строке. После того, как Яма говорит о том, что установления Митры и Варуна высоки, их нельзя нарушать, он прибавляет Кадуброва Агану Вичи Янрин. Здесь целых два сложных слова, и особенно это форма Вичи Я, форма Агану также требует некоторых комментариев и пояснений. Это явно некоторая, так сказать, инвектива, оскорбление, произносимое Ямой в отношении своей сестры. Вот ее классический, ну, один из классических переводов, перевод Татьяны Яковлевны, ослодострастная, что же ты обращаешься с таким соблазном к мужчинам. Но не вполне понятно, что означает это слово Вичи. Опять-таки, долгая, так сказать, история дискуссии вокруг этой формы, которую я вынужден опустить, ее предлагали считать даже депричастием от некоторого гипотетического глагола то ли АЧ, то ли ИЧ, но нету глагола ИЧ, глагол АЧ не даст нам Вич. Я, даже если допустить удлинение, конечный гласный, Яч, как предлагает Сюзан Шнаус в своей книге о гимнах и диалогах, также не даст, конечно, Вичья. Эта версия, безусловно, отпадает чисто формально. Остается версия, которую предложил еще Вебер в конце позапрошлого века, очень остроумная, что это гопакс, единственное, собственно, мы знаем, что эта форма больше нигде не встречается, что это единственная встречающаяся во всем огромном индийском корпусе, форма прилагательного ВЯНЧ, то есть прилагательного, который образуется обычно от пространственных привербов с помощью суффикса АНЧ и означает направление, направленный куда-то, ПРАНЧ вперед, УДАНЧ вверх, направленный вверх, АВАНЧ вниз и так далее. В данном случае это ВЯНЧ, то есть направленный в соответствии со значением приверба ВИ, АВИ это более-менее точный эквивалент русского РАЗ в разные стороны. Этимология ВИ она восходит, скорее всего, к ДВИ, ДВИС, НАДВОЕ, как раз об этом недвусмысленно свидетельствует. И что же тогда это означает? Какое-то слово существительное нужно дополнить, чтобы это ВИЧИА стало осмысленным, слово женского рода, и чаще всего предполагается, что это возможно обозначение речи, которая действительно женского рода, ВАЧ. Но если к ВАЧ добавить ВИЧ, ВАЧА в инструменталис Е плюс ВИЧИЯ, то, в общем-то, получается скорее бессмыслица, направленный в разные стороны речью. Это переводят многие то, как «D'une façon qui la contrarie», то, как «Diverted speech» в последнем переводе Джемисона и Брэртона. В общем-то, с речью направленной то ли как-то не так, неправильно, в сторону, это все не значение ВИИ и довольно-таки бессмысленно в контексте данного гимна. Я думаю, что на самом деле, конечно, нужно восстанавливать не ВАЧ, а другое слово женского рода, которое, в отличие от ВАЧ, которое не появляется ни разу в этом гимне, слово, которое встречается имеющиеся переводы у Гельнера аж гегентайлих, тоже совсем не прото с моей точки зрения. Это другое слово, слово «тану», тело, которое встречается в этом гимне аж шесть раз. Безусловно, оно одно из ключевых слов этого гимна. И тогда это просто означает телом с телом, направленным в разные стороны буквально. То есть, что это может означать? Очевидно, тело ориентированное в разные или в две стороны, если буквально переводить в ВИИ, то есть, с раздвинутыми ногами. Очевидно, вот что это означает. Вот замечательный рельеф из храма Верупакша в Карнатоке. Не уникальное изображение в индийской иконографии. мы встречаем, допустим, в культе Кали такого рода изображение или в Ассамской в культе богини Камакхи, тантрической богини желания. Весьма похожее изображение. То есть, скорее всего, вот о чем говорит Яма, так сказать, оскорбляя почти Яме, что ты принимаешь непристойные позы, разговаривая с мужчинами. Другое слово интересное в этой же строке Аганас переводится то, как похотливое, то, как сладострастное. Мархофер специально для этого слова постулирует какой-то особый корень, который больше практически нигде не встречается. Набухать имеется в виду, что, так сказать, с пышными формами или что-то в этом роде. Очень маловероятная интерпретация, такого корня, скорее всего, не было в праве европейском. Он отвергает более старую интерпретацию другого этимологического словаря Улинбека, который считал, что это, скорее всего, корень ган, бить, ударять. Исследовал здесь просто словарию Бертлинга петербургскому, который считал, что это аганас в соответствии с семантикой слова ган, бить, означает что-то вроде набитой. Бертлинг прекрасно знал русский, он даже иллюстрировал это русским примером. Мы бы скорее сказали, что нужно в качестве параллели привести не набитый, а скорее взбитый, как взбитые сливки, что-то такое пышное, то есть с пышными формами. Но проблема в том, что пышные формы это не обязательно сладострасные, это, в общем-то, не синонимы. На самом деле Бертлинг был, скорее всего, прав, когда связывал это слово с ган, бить, но семантическое развитие совершенно другое с меточки зрения, гораздо более, в большей степени лежащее на поверхности. Это абсолютно универсальное встречающееся во всех языках и индоевропейских и неиндоевропейских развитиях, по которому глагол с значением бить-ударять очень часто начинает использоваться в качестве эфемистического термина для обозначения сексуальных движений. Бить в сексуальном смысле слова. Вот ровно так, скорее всего, тут возникло латинское футу, о которой восходит к футу бить английское факт, то же самое, прокалывать, ударять древнееврейское. Некоторые обозначения гениталии также связаны, безусловно, с этим корнем. Русские параллели можно тут же привести. В общем, это абсолютно универсальный тип развития семантического, который, я думаю, имеет место и в данном случае. То есть Аганас это агентивное имя от композита Аган со значением бить плюс данный приверб. Интересно, что с привербом Аган встречается очень редко. Мы почти не находим других форм, которые образованы от этого композита. Кстати, еще одно интересное подтверждение косвенно этой интерпретации, то, что, как сейчас Гарси Рамон показал, это Аган скорее всего имеет значение не просто ударов, а значение повторяющихся ударов. У нас есть редуплицированный презенс, который это отчасти показывает. И тогда это самое Аган интересным образом мы хорошо можем интерпретировать в еще одном гимне Регведы, в свадебном гимне, где мы находим вот следующий пассаж «Дыхание было вбито как ось в колесо». То есть Аган это означает именно вколачивать и вбивать. Безусловно, в контексте свадебного гимна это тоже совершенно прозрачная сексуальная метафора. И именно в таком значении мы, очевидно, находим этот композит в составе деривата Аганас. То есть тот, кто охотился регулярно совершает такого рода движение. ровно это и есть значение слова Аганас. Вся та же символика сексуальная метафорика колеса, о которой я говорил в связи со стихом 7. И таким образом переводить очевидно эту строку оскорбительную для ями нужно именно так. Что ж ты обращаешься, приняв непристойную позу опохотливой, то есть буквально охочая до сексуальных движений к мужчинам. то, что яма говорит своей сестре. То есть неоднократно указывается на ее такой сексуально эксплицитный тип поведения ями, который контрастирует, как я уже сказал, с поведением ямы. И в связи с этим, конечно, интересно еще раз внимательно посмотреть на гипотезы о происхождении брата и сестры. Кто же все-таки их родители. Есть еще один пассаж в этом гимне, где говорится, что они на самом деле дети не Восвата и Саранью, а дети Гондарва и Апсары. Вот в стихе 4 мы читаем Гондарва Апсу, Апьяча пантеона, которые в данном случае называются их родителями. Что мы можем сказать о Гондарвах и Апсарах? В классической индуистской мифологии это сравнительно безобидные существа, музыканты и небесные танцовщицы, которые вроде бы особо никакого вреда людям не причиняют, но иное дело в ранневедийский период, в период Ригведы и Адхарваведы. В частности, в том же свадебном гимне мы читаем, что у Гондарва какой-то особый доступ к будущей жене, к невесте. Он вторым после Сомы имеет доступ к ее телу. Но еще больше информации о нем содержится в этом замечательном гимне Адхарваведы, который встречается и в Чаунакии, Пайпаладе, что подтверждает его аутентичность. Гимн против демонов, гондарвов и абсаров с помощью растения аратаки, которое должно помочь их прогнать. Почему их нужно прогонять? Об абсарах я, к сожалению, сейчас не имею возможности говорить подробно. Перейду сразу к гондаровам. Они в данном отношении более опасны, чем абсары. Как они описываются в этом гимне, в этом заговоре Адхарваведы? Здесь говорится, что гондарвы, пожиратели авок, это такая жирная болотная трава, которая частично растет под водой, которые являются в качестве болотных огоньков, блуждающих огней, довольно в таком мрачном и жутком контексте. Вот их нужно изгнать, а дальше объясняется, они появляются, живут то ли в расщелинах болотных, то ли просто в воде, в разных версиях Пайпаллада и Щаунакии. Почему они опасны? Оказывается, это что-то вроде оборотня, который вот в этом довольно-таки неприятном контексте болотных глухих мест появляется то в виде собаки, то в виде обезьяны, то в виде пригожего молодого человека. Причем Кумара, как мы знаем, это может означать просто мальчик или подросток, кумара сарвакешаках, то есть не волосатый, как это часто переводят, это не совсем точно, а юноша, у которого есть волосы всех видов, то есть имеется в виду не только вторичный, но и третичный волосяной покров, он полувозрелый юноша, а не просто подросток. Именно этим он и опасен, потому что, как дальше гимн объясняет, Гондарва преследует женщин. То есть вот именно в таком обличье пригожего молодого человека они начинают гоняться за человеческими женщинами, и поэтому, конечно, они опасны, и именно поэтому, как в этом замечательном стихе мы читаем, рекомендации, которые я в своей книге подробно разбираю, что делает более понятным текст, их убивать не нужно, потому что, так сказать, это, строго говоря, не требуется. Их требуется лишить мужской силы, раздробить их тестикулы и сделать их импотентами. Тогда они будут безопасными. Вот, значит, что мы можем сказать о гондарвах. То есть, это достаточно вредоносная болотная тварь, которая живет в водах, оборотень, питается какой-то жирной болотной травой, крайне похотливое существо, которое, в общем, конечно, следует избегать и оно, безусловно, является опасным. В этом смысле, конечно, Ями, можно сказать, достойная дочь своих родителей, в первую очередь, гондаровов. Значит, у меня совсем осталось мало времени, поэтому я скажу совсем кратко, что мы можем сказать о гондаровах. А гондарвы, ну, можно было бы сказать, что, допустим, это всего единственное, одно единственное место, где во всем ведийском корпусе говорится о происхождении Ямы и Ями от гондарва и Абсары. Но мы находим замечательные иранские параллели. В иранской мифологии мы находим демона Гондарва, довольно жуткого водного монстра, который жил в озере Ворукаша, и которого потом убил один из героев иранской мифологии. в среднем персидском, в среднем персидской традиции, в пахлавийской традиции гондаров, безусловно, соответствие этого гондарова описывается как сын джама, то есть соответствие Ямы, авистийское иима, и некоторой демонице, ведьмой, пари, то, что в современной иранской традиции пери соответствует. Вот они породили этого гондарва, демона, и в некоторых даже новых иранских языках сохраняется прямой рефлекс этого гондарва. В памирских некоторых языках, в частности в шугнанском, жиндурф это оборотень, и у него есть женская параллель жиндырф, волчица оборотень. Значит, что можно сказать об этих гондаровах в индоевропейском контексте? Слово, конечно, очень темное, безусловно, не имеющее хорошей индоевропейской этимологии, хотя уже на заре индоевропейстики уже Кун в середине XIX века предполагал связь его с кентаврами. Но сам же Кун и отмечал, что фонетически это не проходит. Г не может соответствовать К в греческом, ДХ не может соответствовать Т и так далее. Тем не менее, соответствие слишком разительное, что можно было сказать, что оно абсолютно случайное. Безусловно, что-то между этими формами общее есть. Дюмизиль пытался их связать, но крайне неуспешно. Кто-то еще из его коллег... В общем, в конечном счете эта гипотеза была отвергнута, но неправильно было говорить, что между гондарвами и кентаврами нет ничего общего. И когда Вест в своей сравнительной мифологии в компендиуме индоевропейской мифологии пишет, что между ними практически ничего общего, это, конечно, абсолютно неверно. Между ними очень много общего. Кентавры знамениты своей похотливой природой. Достаточно вспомнить этот эпизод с гиподомией из греческой мифологии. Они имеют гибридный характер, что хорошо соответствует природе оборотня Гондарва. И связь с лошадью, кстати, и с водой тоже, которая с лошадью косвенно связывается, связь с лошадью интересным образом подтверждается косвенно в индийской традиции. если мы вспомним, что у канонических родителей Ямы и Ями, у Вивасвата и Саранью были еще двое детей-близнецов, это боги Ащвины, которые в каком-то смысле являются, так сказать, зеркальным аналогом кентавров. Это боги с лошадиным торсом и человеческим низом, так сказать. То есть, безусловно, тут что-то общее есть. Ну, и прежде чем совсем уже резюмировать и сказать, что можно предположить об источнике этих гандаров, я еще напомню, что помимо кентавров, гандаров еще есть достаточно неясная форма кандарпа в поздней индуистской традиции, это бог любви, который, как некоторые предполагали, хотя Мархофер эту этимологию не принимает, возможно, является то ли диалектной, то ли поздней среднеиндийской формой восходящей к гандарве. Скорее всего, это некоторое вандерворд, блуждающее слово, которое пришло и в греческий, и в индуиранский из какого-то неиндийного европейского источника. Откуда оно могло прийти? Отдельный вопрос очень сложный, конечно, мы его в одночасье решить не можем, но если об индуиранском и о гандарове мы мало что можем сказать в отношении его происхождения, то о греческих кентаврах есть некоторые основания предполагать, что это слово пришло откуда-то из северо-западной Анатолии, из одной из ближневосточных мифологий, возможно, и, вероятно, по крайней мере, в качестве одного из источников, называют коситскую мифологию. О коситах, опять-таки, мы знаем очень мало. Возможно, к индуиранцам от коситов через бактрийско-моргианскую культуру, которая была к югу от Андроновской связываемой с индуиранцами археологической культурой. О коситах мы знаем крайне мало. Их язык нам практически неизвестен, есть небольшой аккадско-коситский словарик, отдельные имена, но мы знаем, что они были там где-то во втором тысячелетии до нашей эры, что это не индуевропейский язык и, возможно, даже изолят, но есть некоторые основания предполагать, что, возможно, он был связан с хуридо-урарскими языками, и тогда, опять-таки, возвращаясь к гипотезе, которую развивал в том числе Вячеслав Сеолыч активно в своих работах с северно-кавказским, контактировали, кстати, касситы с индуиранцами, что ясно из большого количества индуиранских имен в их пантеоне. Ну и вот несколько форм касситских, которые, возможно, для происхождения гондаровов интересны. Например, форма Гандаш, которая считалась, скорее всего, как Гандаш, царь, или один из богов в касситской мифологии Гидар, возможно, бог войны. Что еще важно для нас, в касситской мифологии огромное количество гибридных мифологических тварей. Люди-скорпионы, скорпионы-люди, кони-люди. То есть кентавры, вполне возможно, действительно пришли именно оттуда. изображение одной из наиболее известных одного из касситских кентавров на пограничном касситском камне Кудуру 2-го тысячелетия до нашей эры. Про Абстер я уже сейчас сказать не смогу, у меня совсем нет времени. Скажу просто, что можно, резюмируя, сказать о Яме и Яме. Как я уже сказал, их поведение разительно отличается. Яме с ее гиперсексуальностью, сексуально эксплицитным поведением безусловно отличается от своего брата, будучи в этом отношении достойной дочери своих родителей, Гондаров в особенности, откуда бы они ни пришли. И в этом смысле очень важное значение, мне кажется, для понимания всего гимна, имеет строка 10, где мы читаем ответ Ямы на очередное приглашение Яме вступить с ним в любовную связь, что даже если Яме готова принять на себя его грех, как она в предыдущей строке заявляет, опять-таки не вполне правильно понимавшийся стих, потому что мне кажется, ГХ имеет значение не просто выделить на частицы, а частицы значения результата, конструктивный коннектор, то есть это частица с значением тогда в этом случае, тогда реплика Ямы заключается в том, что если мы совершим инцест, если мы вступим в кровосместительную связь, то в этом случае последующие поколения людей будут совершать то же самое, именно поэтому этого делать ни в коем случае нельзя, то есть Яма утверждает, что именно этим люди должны отличаться от тех полубогов, полудемонов, к которым собственно относятся Ями, а Яма уже в каком-то смысле не относится, в этом смысле оказывается, что их статус в мифологии не вполне идентичен, несмотря на то, что они близнецы. Ями полудемон, а Яма человек или получеловек. Ями сохраняет свои демонические полубожественные признаки, и в частности возможно и отчасти и бессмертие, а Яма это бессмертие тратил. Как мы знаем, именно Яма умер первым, и недаром Ями называет его в одном из стихов единственной смертной, Экомартия, говорит она о своем брате, единственной смертной, не относя себя к этой категории. С чем связана эта метаморфоза Ямы? Сложный отдельный вопрос, Шнайдер предполагал в своем анализе этого гимна, что возможно это было связано с тем, что как мы читаем уже в первом стихе, Яма пересек водное пространство. Это для индуизма достаточно сложное и в общем избегаемое действие, которое может очень плохо сказаться на некоторых признаках, и видимо это было причиной того, что Яма перешел вот в эту новую категорию смертных, что не произошло с Ями. Вот то, что мы читаем в первой строке. Все остальное уже относится к области чистых спекуляций, удалось ли Яме уговорить своего брата и совершить и вступить с ним в кровосместительную связь или нет. Об этом мы на основании по крайней мере только ведийского корпуса сказать практически ничего не можем, хотя иранские данные возможно нам могут здесь несколько помочь, но это уже скорее тема для отдельного доклада. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok